Стоит оно, не стоит, это уже решает каждый. Но вот в лохматых годах я предложил вот такой вариант схемы. Этот вариант потом как-то переначали и его просто назвали обычным вариантом подключения солнечных панелей и аккумуляторов. Но суть заключается в том, что на одну линию, которая выполнена у нас из более толстого проводника, например, сечением 25 квадратов, да, к нему подключаются аккумуляторы с более мелким сечением, чтобы уравнять сопротивление аккумуляторных батарей. И таким чудесным образом они снабжены дополнительно рубильниками, не автоматами, а рубильниками должны соединены быть. И мы при возможности можем не просто обслужить батарею каждую отдельно, отключив от системы, но а также можем ее продиагностировать или подзарядить в случае каких-то проблем. Она выглядит вот так. Ничего тут сложного нет. Два основных провода идет большого сечения, к которым крест-накрест вот так вот подключается инвертор, вот так вот, например, подключается контроллер заряда. И таким чудесным образом к ним же подключаются просто батареи по мере их установки. У меня была так система подключена. Это моя идея. И все прекрасно выявляло проблемы. Также рубильник отрубаешь и все хорошо. Но если мы ставим в эту систему, в эту связку автоматы именно на 220 вольт или на постоянный ток, не рубильник, а автомат, то он у вас выгорает через какое-то время, потому что он не может пропускать, например, пусковые токи большой мощности. То есть без последствий каких-то. Да, некоторые ставят на большую мощность, но это не спасет. Вот там у нас идет, как же называется, вибро-резонанс, короче, на пластинах. Именно обмотки автоматической, вот это вот, где у нас дроссель стоит. И за счет нее происходит подгорание непосредственно пятаков. И эта схема, вот если именно на автоматических выключателях, особенно на 220 вольт использовать, она не просто как бы не нужна, она еще и опасна. То есть она может привести к печальным последствиям, если... Но они не горючие, да, но мало ли всякое бывает. Они начинают плавиться, провода поползли, где-то там провод вылетел вместе с куском крепления и куда-нибудь там упал. В зависимости от того, как это все сделано. Но вот она, ничего сложного в ней нет. Также все подключается.